Первые заявки от пожилых тгильчан поступили через Совет ветеранов ЕвразНТМК. К 88-летнему Игнатию Иевичу Ситникову, ветерану конвертерного цеха, волонтёры пришли, чтобы помочь приобрести продукты. Получив список покупок и деньги, волонтёры отправляются в ближайший магазин. За ветераном труда Игнатием Иевичем постоянно закреплён работник Центра социального обслуживания. Но при теперешнем состоянии здоровья, говорит ветеран, отдавший металлургии более 30 лет, любая помощь – кстати. Ну я не хожу, вторая группа. Только ночь, в январе второй инфаркт, марта, двухсторонняя пневмония. Выполнив поручение, помощники тепло прощаются с хозяином. Судя по настроению, он доволен. Всего вам хорошо, здоровья. Привет, конвертер, дамок. Обязательно, обязательно. Ещё один визит к ветерану рельсобалочного цеха, труженику тыла Любови Ивановне Асташовой. Накануне она самостоятельно взялась замыть её окон и почувствовала, что дело даётся с трудом. Попросила помочь волонтёров. Уже я пожилая. У меня много лет. Устаю, не могу работать одна. Не справляюсь уже. Мне 92 года, так что не справляюсь. Любовь Ивановна тоже осталась довольна. Ребята вымыли окна, вынесли мусор, сходили в магазин. Решение бытовых вопросов, возникающих у пожилых людей во время самоизоляции, не требует каких-то особенных усилий. Помочь ветеранам приятно. Для них же это и польза, и общение. Пусть даже недолгое. По понятным ныне причинам. Говорят представители младшего поколения металлургов. Порядка там у нас есть 10 волонтёров. Желающих много. Ширяться и хотим всё больше и больше пенсионерам помогать. Для того, чтобы они оставались дома и соблюдали самоизоляцию. И всем рекомендуем тоже оставаться дома и соблюдать самоизоляцию для того, чтобы данная пандемия у нас закончилась. Такую работу волонтёры намерены продолжать до полного снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом. А вообще ветеранам они готовы помочь всегда. Продолжение следует...